Сегодня хотелось бы продолжить ту сторону медали, о которой говорил Антон. Я просил Господа, говорю, Господи, о чем сказать? Я человек, я просто человек. Я не могу говорить сам от себя. Я говорю, ну Господи, Господи, ну Ты мне дай то, что бы Ты хотел сказать сегодня своему народу. Но очень важно. Вы знаете, что наша душа обречена жить вечно. Хотим мы этого или не хотим? Пред нами вечность. Это очень уникально. Но как мы проведем эту вечность, зависит абсолютно от нашего выбора. И то, что бы я хотел сегодня... У меня есть как бы планшет, ну электроника, есть электроника. Я ее включу, но мало доверяю. Бывает, раз показала. Батарея села. Что ты будешь делать дальше? Естественно. Хотелось поговорить об одном событии, библейском событии, очень важном. Я долго об этом думал в свое время, и Господь мне открыл. Все мы знаем Иосифа, да? Иосиф. Очень уникальная личность. В чем же его уникальность? Она напрямую связана, скажем, вот с той темой, которой бы хотелось бы... Видите, такая электроника, что нет надежнее Библии. Мы знаем, что Иосиф – возлюбленный, любимый сын Иакова. Очень интересные отношения, какие складывались. Ведь Иаков любил своего сына и пытался научить. Но Иосиф, его уникальность в том, что он слушал. Он был послушный сын. Настолько послушный сын, что когда его братья... В момент, когда вот он пошел посмотреть за братьями, что произошло в этот момент? Он был уверен, он не боялся братьев своих. Он был при том моменте, когда, скажем, совершился этот грех со старшей сестрой, с Лией. И он видел последствия. Фильм, который показывает нам Иосиф, знаете, мне вопрос такой... Там показано, что много людей вышли и напали этот народ. Всего лишь два человека, говорит Писание. Левий и Симеон. Уничтожили мужской пол. Два человека. Остальные пришли, разграбили. Представляете, какая сила? Я понимаю, что маленький мальчик, видя вот это все насилие, видя, из-за чего произошел этот конфликт, это впоследствии оно отложилось у него в его мировоззрении. Это о том, о чем говорил Антон. Мировоззрение. И вот, когда я вот задумывался, вы представляете, что происходит? Его братья родные продают его в рабство. Психологически это пережить очень сложно. Представьте, вы на секунду проснетесь, и вдруг ваш мир поменялся на 180 градусов, и как что-то произошло то, что вложиться в ваш ум невозможно просто. Иосиф попадает в Египет. Мы откроем это бытие, 39 глава, с 1 стиха. И будем исследовать Писание, как говорит Господь, исследуйте Писание, и, скажем, для себя берите правильное. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измальтян, привезших его туда египтянин Патифар, царь и дворец фараонов, начальник телохранителей. Слушайте, серьезный человек. Очень серьезный человек. Во-первых, доверенное лицо. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, его, египтянина. И увидел господин его, Господь, с ним, что всему, что он не делает, Господь в руках его дает успех. И вот здесь интересный есть момент. Египтянин увидел Господа. Вот просто увидел Господа. Я буду говорить некоторые вещи своими словами, потому что время, как бы, несколько ограниченное. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел Господь, благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Интересно. Все у Иосифа спорилось. Египтянин видел, в нем увидел Господа. Но здесь был момент, который меня очень сильно, знаете, как, не то чтобы впечатлил, он и впечатлил, и дал задуматься. Мы знаем, что у египтянина была жена. И как бы она не замечала, она видит, что все спорится, Иосиф был довольно-таки красив внешностью. И что она делает? Она его домогала, все-таки монстр. Раз, два, он отказывал ей. В конечном итоге, что никакие уговоры не давались ей. И вот она говорит, она говорит ему, Иосиф, ляжь со мной. И он говорит, отвечает, смотрите, как интересно. Но он отказался и сказал жених Господина своего, вот Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я себе великое зло и согрешу пред Богом? В воде сила пред Богом. Я умиру, сталкивался с такими вещами нехорошими. Были такие откровения там в бизнесе, в этом, когда люди просто, скажем так, хвастались своими похождениями. Это была низость в моих глазах. Вот я смотрел на них, я ничего не говорил, понятно. Я смотрел, выслушивал эту мерзость, которую они творили, со своими друзьями, с женами, друзьями. Это была катастрофа. И вы знаете, я когда читал этот стих библейский, я вдруг понял, посмотрите внимательно, на какой грани был Иосиф. Есть момент. Я знаю, один человек, был откровенен, он мне давал, он плакал, 86 лет и говорил уже как-то, время не имело над ним власти, он был красив лицом, он прошел войну. Я говорю, ну, вы войну прошли, живы, и вот он говорит, ты знаешь же, говорит, у меня были, я так и буду говорить, любовницы, говорит, старших там офицеров, говорит, они мне не дали пойти на войну, вот что делает красота. Но он передо мной сидел, плакал, 86 лет, он говорит, я всю жизнь прогулял, а ничего, ничего не оставил. Он говорит, я сейчас один живу, чужих детей воспитываю, у меня нет ни дома, ничего. Все, конец. Иосифа, обратите внимание, он бы мог, допустим, сказал, хорошо, ты добивайся меня, я с тобой. Что было бы? Конец. Она также могла поступить, это вещь, он был раб, это вещь. И она могла бы поступить с ним как угодно, могла тут же в любой момент, если бы Патифар догадался, она бы крикнула, ему тут же отрубали голову, и все, на этом все. Но какая сила, он понимал, я вещь. Женщина, монстр добивается меня, если откажусь, мне конец. Если я с ней, и опять конец. По сути дела, у него, казалось бы, в мирском понимании, нет выбора. Но он что говорит? Сие великое зло, и согрешу пред Богом, как я сделаю это? Неужели ты не понимаешь, безумная Господь Бог это все видит? Да. Она, конечно, сорвала с него одежду, она заорала, но в чем в дальнейшем, я прошу прощения, он у нас электроника, я с ней тяжело справляюсь. Но в чем здесь был смысл? Когда пришел Патифар, мы это тоже знаем, но я хочу сделать акцент над этим. Естественно, Патифар входит, и что ему делать с Иосифом? Вот что ему делать? Это, по сути дела, смертный грех, достоин, ну, смерти, все. И когда ты смотришь, то в 41 главе, вернее, сейчас, прошу прощения, я сейчас переберу, я считаю, что Иосиф это один из первых людей, который получил пожизненный срок. Патифар, по сути дела, он понимал, или казнить, но он видел не в Бога, и он для него делает милость, он его бросает в темницу. Он его бросает в темницу. И здесь у Иосифа начинается, естественно, он понимает прекрасно, то есть попал в темницу к фараону, как оттуда выбраться? Ты оттуда никогда не выберешься. Но это единственное, что мог сделать для него Патифар. Иосиф продолжает и там служение, и уже тот человек, который начальник этой темницы, он увидел в нем, понятное дело, знали, и он увидел в нем опять Господа Бога, он ему доверил все. И почему бы неплохо, буду жить, у меня человек, который будет сидеть всю жизнь, я буду на этом богатеть, как Патифары, все у меня хорошо, все хорошо и ладится. Мы знаем, когда были помещены два человека, это царедворцы, один хлебодар, виночерпий, и Иосиф предсказал сны, предсказал сны виночерпию, хлебодару, и когда он предсказывал сон виночерпию, говорит, слушай, когда ты выйдешь отсюда, не забудь обо мне, просто не забудь обо мне. Но получилось так, что он вышел и забыл. Я читал, когда около двух лет проходит с того момента, когда уже их освободили, и вот глава 41, с первого стиха. Здесь такой, знаете, момент очень серьезный будет. По прошествию двух лет фараону снилось, вот он стоит у реки, два года прошло, и ему снились коровы тощие, худые, одни поглотили, колосья снились, и вот он понимает. И вот он сон, и он хочет, говорит, слушайте, царедворцы, волхвы там, говорит, слушайте, у меня утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им, фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И вот здесь Виночерпий говорит так, и стал говорить главный Виночерпий фараону, и сказал, грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих, и отдал меня главного хлебодара по стражу, в дом начальника телохранителей. Есть, говорит, человек, кто может растолковать твой сон, Иосиф. И фараон говорит, послал фараона, позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. И вот здесь вот, знаете, момент. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Это о том, о чем очень часто говорится, Господь говорит, посмотрите, как сделал Иосиф. Он отходит в сторону и говорит, вот Господь, он дает Богу дорогу. Он говорит, посмотрите, вот он Господь Бог. Мы часто в своих делах христианства сейчас вообще тянется к значимости. То, о чем говорил Антон, к значимости. Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Небесное, остальное все приложится. А сейчас все наоборот. Ищут чего-то мирского и думают, Царство Божие как-то приблизится. Не будет этого. Просто не будет. Это бесполезно. И вот здесь, когда Иосиф дал дорогу, я буду говорить уже своими словами, Иосиф дает дорогу Господу. И истолковывает этот сон. Посмотрите, если бы Иосиф мог бы, вот он пришел перед фараоном, что ему просто, ему можно было попросить, слушай, фараон, я тебе скажу сон, но ты меня освободишь из-под стражи. Он бы подумал, ну, может быть, освобожу, я подумаю. Если бы он сказал это от меня, он говорит, нет, Бог, который говорит. И когда Бог за него стал говорить, здесь наступает самая, знаете, благодать проливается на Иисуса. Он, вот именно вот этот момент, то, что хочет нас видеть Иисус Христос, он был светом для Египта, не просто даже, чтобы вывести народ, это в плане Божьем, но в нем увидели Господа Бога, все фараон увидел. И мне нравится здесь момент. после того, как Иосиф сказал сон, и сказал, говорит, и ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую, да повелит фараон поставить над землей надзирателей собирать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской, пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб по ведению фараона в пищу и пусть берегут. Я пропущу тут, себе понравилось фараону и всем слугам его. И смотрите, какой пик, какая сила, какая благодать. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты, ты будешь над домом моим и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. А вот здесь награду получил Иосиф. Он получил свободу. И Господь его возвеличил. Почему? Потому что Иосиф до конца был предан. Посмотрите, какие у него испытания. Очень часто, очень часто Господь нам к нам взывает, к церквям взывает. Если мы не будем уступать дорогу Господу, а выдавать что-то, я в чем-то там раз, смотри, какой я, я буду придавать себе значимости. Церкви сейчас погрязли в значимости, абсолютно погрязли. Все хотят богатства, славы. Я не хочу, вот я не хочу. Совершенство тогда человек понимает, когда у него уйдет зависть. У меня зависти практически нет. Завидовать нечему. Просто нечему завидовать. Кто-то богатый, слава Господу. Да, богатство не грех, оно само по себе не грех, не является грехом. Гречником вы станете потом, когда вы будете богатством, не поймете, что это дает Бог. Это дает Господь Бог это богатство. Ну, так как ты распорядисься им, вот за того юношу, за которого говорили, подошел богатый юноша. Что мне делать? Раздай имущество. Господь не говорит, что ты стань нищим. Не в этом плане. Не в этом плане. Ты мог бы кому-то помочь в лечении. Ты мог бы кому-то помочь, допустим, где-то в учебе, где-то имущество. Много люди пытаются давать сейчас, знаете, как вот такой шар громадный, из него капелька какая-то. Он думает, я вот раз даю, то что, все, я богатый, я уже как-то вот... Нет, не в этом плане. Сегодня громадная пропасть, конечно, бедные, богатые, но, знаете, все, кто нас слышит, на богатых лежит громадная ответственность, очень громадная ответственность за то, как они распоряжаются деньгами, за то, как распоряжаются. Друзья, те, кто, братья, сестры, те, кто стремится стать богатым, прежде всего думайте, вы хотите получить ответственность, громаднейшую ответственность, ту, потом, за которую вы будете отвечать. В полном смысле слова, за каждые деньги, за каждые, почему вы не делали то, что, почему вам дал Господь Христос. Это явно есть, где написано, когда Господь дает. Я не буду сейчас это трогать, я хотел бы коснуться еще момент, очень важный. Это глава 16, Луки. Это важный момент. Давайте, наверное, Библию открою, так надежно. Потому что меня это не сильно, меня это не сильно электроника радует и впечатляет. Вообще не впечатляет. Глава 16 сказал к ученикам своим, «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему расточает имение его». Вообще, чтобы стать управителем и чтобы тебя назначить, вот как назначили Иосифа. Почему был назначен Иосиф? Во-первых, в нем видели Господа, в нем Дух Божий, не Господа, а Дух Божий. Он являлся светом. И в любом деле, чтобы вы стали каким-то начальником, чтобы вас назначили, вы должны иметь особенные предпосылки. Прежде всего, это честность, порядочность, искренность. Вы становитесь. И вдруг этому богатому человеку донесено было, что человек твой расхищает имущество. Просто расхищает имущество. И призвал ему, его сказал ему, «Что-то я слышу о тебе, дай отсчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Когда человек имеет какую-то должность, и вдруг ему говорят, «Слушай, ты уже никто, все, ты не можешь управлять». Естественно, у человека внутри обрывается, он начинает искать выходы. А какие человек ищет выходы? Он ищет не обыкновенные выходы. Да, нет этого, надо смиряться с этим. Он начинает искать и искать пути. Как же ему поправить положение? Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать, господин мой? Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь». То есть человек имеет, он может только быть, скажем, управляющим, он другого ничего делать не может. А если что-то делать более низкое, допустим, пасти корову там, где-то подметать, он не может, стыжусь, говорит, не могу. Смотрите, как поступает. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен, господину моему?» Он сказал, «Стомер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Стомер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». Смотрите, что произошло. Очень важный момент. Представьте, вы заняли, кто-то из вас должен банку миллион, второй должен два миллиона. Приходит управляющий, говорит, «Послушай, у меня есть, в общем, я лишаюсь работы, но я могу для тебя сделать некоторый момент. Давайте, перепишемся договора. Ты не миллион, ты полмиллиона, ты не два, а миллион». Вы, естественно, ну в класс подвалила, мана небесная. Я быстренько раз, раз и сделаю все. Посмотрите, куда вы попадаете. Вы попадаете в уголовщину, конкретную, и очень серьезно попадаете. Но что происходит? Вы все сядете в тюрьму. В этом случае, идем дальше, смотрите, «И похвалил господин управителя верного, неверного, что догадливо поступил». Я никак не мог понять, ну почему он похвалил, в чем смысл, в чем его выгода была, почему он похвалил. А выгода очень простая. Люди попали, и теперь не в том мир масла, как он говорил, списал, и не пшеницу. Говорит, вы теперь мои все друзья. Вы мне так дороги теперь, вы мне рабы. Он сам своим, он приобрел этих людей для этого господина рабами, и сам стал рабом. Он их мог казнить, но он говорит, вы теперь мои друзья. Вы просто-напросто. Смотрите, как интересно дальше. Иисус говорит, «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищать и приняли вас в вечной обители». Тоже не мог понять, для меня было закрыто долго, считал, что же это за неправедное богатство. Оказывается, друзья, братья, сестры, мы сказочно богаты неправедным богатством. Не в финансах идет речь. Это одна сторона. А мы богаты. У нас злости, гнева, зависти. Мы богаты всем, чем только угодно. Мы вместо того, что это, кстати, везде во многих сертиях идет молитвенная, допустим, на молитву, приезжает несколько человек постоянно. А где остальные? Надо что-то сделать еще, работа мешает. Мы просто-напросто сами того не замечаем, мы погрязаем в этом богатстве. Иисус говорит так. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вот оно где. Вот оно где. Нам надо обнищать на вот это все богатство неправедное. Только тогда, друзья, мы станем светом этому миру. Я вспоминаю момент. Два часа ночи мне звонит мой друг. Два часа ночи говорит, слушай, говорит, я, машина поломалась, мирской, друг, абсолютно там, они ездили по своим делам. У меня поломалась машина. Не можешь ли ты приехать нас забрать? Я говорю, где вы находитесь? Он говорит, Мариуполь. Я говорю, хорошо, я приеду. А в это время происходило, друзья, которые с ним, серьезные такие, говорят, а кто это? А что, ничего не попросил? Он даже не сказал, что он там где-то. Он сразу сказал, приедет, да? Да. Он вообще ничего не говорил. Он просто, слышали, да, приедет. Я приехал, привез их. И потом, посмотрите внимательно, у меня телефон никогда не выключается. Ночью, когда надо, ты меня подними, скажи, мне нужна помощь, я приеду. Супруга у меня говорит, ты куда? Я говорю, в Мариуполь, там Саша на машину поломалась, привезу. Все, больше никаких вообще разговоров нет. Да что это ненормально? Чего он звонит? А почему другие нет? Это служение Христу, независимое. Мы не должны только служить нашим братьям, сестрам, мы должны быть в мире. Если мы не будем поступать, так как Христос говорил, научитесь от меня. Я кроток, смирен, я есть свет миру. И самое важное, самое важное, помните, когда говорит Христос перед распятием, вот идет князь мира сего, а во мне ничего не имеет. Вот о чем идет, вот о чем говорит Христос. Если мы будем избавляться, дьяволу нет, не будет рычагов, за что нас щипнуть. Мы от этого избавимся. И тогда воссияет свет Христов. И милость его. Сегодня почему, знаете, вот так Господь положил на сердце, я считаю, не то, что я стараюсь, и всегда это слово не от меня. Это слово, которое основано на Писании. От себя я не хочу ничего вообще говорить. И милость, то, что я стою здесь, это милость Божья. Я говорю, Господи, на, я вот он, я, что надо, вот, я буду говорить. Но это, чтобы слово, которое шло от Тебя. Я хочу, давайте будем, мы сейчас помолимся, мы помолимся, за то, чтобы наши сердца, наши сердца, наши мысли, они были наполнены Христом, чтобы мы понимали, насколько серьезно, насколько все серьезно, просто так ничего не бывает. И если мы христиане, мы должны быть светом этому миру. Я всегда говорю, прекрасные страны, Болгария прекрасная страна, но поменять ее может только Христос, благодаря нам, благодаря свету. Так хочется, вот мне действительно хочется, чтобы был мир. Я не увидел еще ни одного человека, кто бы сказал, слушай, я поверил в Бог, у меня жизнь плохая. Но я не встретил. Вот серьезно говорю. Я только встречал улыбки, говорит, Господь пришел в мою жизнь, упорядочил жизнь, мою жизнь упорядочил Господь Бог. Много очень вражды, которые сейчас, я тоже не понимаю, разные церкви друг к другу, мы есть единое тело Христа. Я считаю так, если ты говоришь, что у тебя церковь хорошая, ты знаешь, что у меня лучше, покажи, чтобы люди другие тянулись, покажи, будь светом этому, миру. Если ты считаешь, не надо никого напрягать, не надо там говорить, там лучше, там лучше, не надо, это все неправда, это все плохо, это нехорошо. Церковь, она единая, она неделимая, она церковь Христа, но если ты считаешь, что у тебя лучше, будь светом миру, покажи, что ты христианин, настоящий христианин. Времени мало, хотелось бы сказать, еще там свидетельство одно. Есть несколько? Есть, да? Еще хотел бы поделиться свидетельством, очень важным свидетельством, которое, я уже 20 лет в церкви, в служении, но Господь говорит, и я понимаю, невозможно его в себя, все исследовать, невозможно, и Господь меня научил, я как-то свидетельствовал об этом, как мне Бог показал видение, когда ты молишься за дитя своего, он говорит, показал мне любовь, он мне действительно показал любовь, я лежал, плакал, все происходило по-настоящему, я вполне нормальный человек, это мне, чтобы у кого-то были сомнения, может, какие-то там видения, нет, это было то, что мне показал Господь Бог, я плакал от этой любви, Господа Бога, и он говорит, показал мне, вот так надо любить сына, вы знаете, я уже говорил, я этого не сделал, вот внутри, вот с братом, с одним молились здесь, он говорит, просил прощения, жена у него больная, говорит, мы когда ссорились, я и желал всего, вот так и я желал сыну своему, вот я видел, как он поступал неправильно, я думаю, вот хорошо бы тебя наказать, вот там бы тебя догнало, Господи, да что мы делаем, это безумство, это безумство, в любом скандале, мы кому-то желаем зло, мы что-то еще, и вот в этот день, Господь убрал меня, все абсолютно, это то, что хочет Господь Бог, сын мой, сделал некоторые правонарушения, ему грозило 4 года тюрьмы, ему уже и прокурор говорит, готов вещь и все, и в этот день, я, знаете, вот как-то так расположился, там на квартире, на одной работал, и Бог дает, никого нет вообще, и нет, СМС-ку сбросили, суд удалился на совещание, у меня сердце, знаете, вот Дух Святой меня как накрыл, и я понял, я говорю, Господи, и вот сердце у меня как вот так, в несколько сторон, я упал на колени, в слезах, у меня ушла злость, у меня ушли какие-то неприятные вот эти вещи, я, это то, о чем говорит сокрушенное сердце, я вам скажу, и касательно Писания, когда с сокрушенным сердцем ты приходишь к Господу, нет молитвы, на которую Бог не ответит, нет, если ты идешь с сокрушенным сердцем, меня так Дух Святой накрыл, я молился, я говорю, Господи, я упал на колени, говорю, ты мне показал, что любить сына, я этого не сделал, я желал так же, вот там наказание какое-то, надо его остановить, да не так это делается, ни в наказании дело, не добьешься ты этим, ну не добьешься, и потом перезванивает мне брат, и говорит, слушай, заменили штрафом, мы молились, молилась церковь, я говорю, Господи, слава тебе и хвала, Дух Святой меня не оставлял в течение дня, меня слезы накрывают, и накрывают, я вышел уже, я еду в магазин, в автобусе, меня слезы накрывают, Дух Святой действует, это я раньше был, как называли, железный, я не плакал, а когда Дух Святой касается, куда-то денешься, это слава Богу, потому что это Бог, это милость, я сегодня, знаете, хочу за что помолиться, за то, чтобы нам понимать, нам понимать, чтобы мы имели сокрушенные сердца, мы были добры, и любовь наполняла наши сердца, Антон вот вышел и говорит, я люблю вас всех, я люблю церковь Христову, я не могу без нее, потому что не я живу, во мне живет Христос, я хочу прийти сюда, хочу напитаться, мы приходим сюда, для того, чтобы мы получить, научиться, не приобрести какую-то значимость, Господи, упаси каждого из нас, я молился тогда, я говорю, Господи, я даже не имею права Тебя попросить, я настолько чувствовал, что сердце у меня разрывалось в том, что я понимал, что я прах, да я никто вообще, а он живой, он велик, я говорю, Господи, но если ты можешь, не дай моему сыну умереть без покаяния, я его попросил, не дай ему умереть без покаяния, потому что никто не знает, даже вот мы встречаемся, мы не знаем, увидимся мы завтра, мы этого не знаем, Бог знает, мы будем сейчас молиться за милость Божию, за сердце, за любовь, мы попросим Господа, у кого не хватает, просите, достигайте любви, она не просто, ее надо достигать, ее действительно, вот другой говорит, никак не может, не поймет, вот я, например, не последовал, но ее надо достигать, а Бога просите, чтобы наполнил сердце, пусть всех Бог благословит, молимся за милость Божия, благословен Господь, аллилуйя, слава Тебе и хвала, всемогущий Бог, Ты живой, Ты крепок и вселен, Творец неба и земли, слава Тебе и хвала, аллилуйя, по великой милости, мы имеем дыхание жизни, по великой милости, Ты сегодня нас всех собрал, чтобы мы прославили имя Твое, Господь, чтобы мы научились, Господь, ибо Ты круток и смирен, Господь, благослови нас, благослови, ибо ты сказал, вера без дел мертва, покажи мне Твои дела, Господь, мы очень хотим все вместе показать дела наши, Господь, благослови нас на всякое служение, благослови, расположи наши сердца, Господь, мы так нуждаемся в Тебе, благослови, чтобы во всех нас видели свет Твой Иисуса Христа. Благослови нас, наполни той благодатью, Господи. Мы так нуждаемся Тебя, Господи. Я Тебя благодарю, Тебя за милость Твою. Ибо нет других богов, кроме как Тебя. Ты всемогущ, Ты крепок и силен, и Ты приходишь всегда рядом. Я просил Тебя, Господь, и говорил, что Ты будешь и рядом, когда мы оказываемся в трудностях, и Ты рядом. Ты всегда рядом, Господи. Наполни нас, Господь. Наполни, помоги нам достичь того совершенства, за которое Ты говорил, что идет князь мира сего, во мне ничто не имеет. Помоги нам избавиться от этого богатства неправедного, дабы мы приобрели друзей, Господь, и привели к Тебе, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Мы все в Твои руки полагаем, Господь. Мы знаем, что Ты все устроишь. Ты иди впереди, все устрой, Господи. Все, что надо для этого. Благослови правителей Болгарии, Господь. Благослови эту чудесную страну, Господь. Наполни ее Духом Святым всякое сердце, Господь. Благослови. Наполни другие страны, чтобы милость Твоя, и Твое Слово, и Твое Евангелие, благословение для народа ушло по всей земле. Мы были верными Тебе соработниками, Господь. Благослови. Мы в Твои руки предаем, величаем и славим Тебя, ибо Ты велик, и по великой милости мы все это имеем. А нам же да иметь верные сердца, сохранив верность и любовь. Когда мы предстанем, пред Тобою мы вошли в Царство Небесное без любого пятнышка. Тебе да будет слава, хвала. Тебе поклонение, вечному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.